Поздравляю вас с победой. Две ключевые игры над лидерами чемпионатов. Вы выбрали. Какие ключи вы смогли подобрать? Иногда тяжело объяснить хорошие победы или плохие поражения. Но в первую очередь в игре с УГМК и в игре с Курском мы играли командой. Мы играли друг за друга. Мы играли без двух лидеров. Но мы не сломались. Мы бились. И эта победа, и первая, и вторая над УГМК и Курском, они значимы для нас. И я думаю, что дадут нам еще больше толчок вверх. Поэтому, еще раз, я очень и очень хочу огромное сказать всем болельщикам, потому что без их помощи команда не дотянула. А болельщики их подхлестывали, подбадривали, подгоняли. И вот это важно. И игроки чувствовали это. Чувствовали. И когда победа уже в руках, они даже, если бы очень захотели, они бы ее не отдали. Респект каждому игроку. Каждому игроку, кто был на площадке, кто сидел на скамейке запасных, поддерживал. Еще раз, мы были одной командой. Это дорогого стоит. О чем он тебе? Я все. Эшли, твой комментарий в игре. И как ты чувствуешь после двух таких важных побед, и в каждой из игр ты была одним из лучших игроков? Я просто рада, что сейчас мы... Очень здорово, что мы сейчас друг друга действительно понимаем, как единая команда. Без нашего капитана, без Зоткиной, мы все равно смогли идти дальше, идти вперед. Я очень благодарна своим сокомандницам, потому что раньше не получалось так мне забивать, но сейчас они меня мотивируют и говорят, забивай, забивай, дают зеленый свет. Естественно, спасибо тренеру, что он дает зеленый свет. И благодаря им всем, их поддержке, у меня все получается. Если мы будем играть в том же духе, то у нас есть вся вероятность выиграть чемпионат. И многие команды, возможно, подумают, что да, они как будто бы выиграли в ГМК, но благодаря этой победе мы подтвердили, что мы действительно достойный соперник, и мы можем выиграть чемпионат. Сейчас, может, эта игра тоже? Вопрос об Эшли. Она сейчас показывает именно ту игру, которую вы от нее ждали? Я думаю, что она может больше. Я доверяю игроку, любому игроку в нашей команде, в том числе и Эшли. Но я уверен, что она может еще больше принести пользы и себе, и нашей команде в первую очередь. Поэтому у меня у каждого игрока карт-бланш на игру. То есть игрок должен делать все по правилам, по защите. Но по нападению это баскетбол. Здесь нужно чтение, здесь нужен риск. Любой бросок – это риск, дальний, средний. Иногда бывает, что не идут броски, но еще раз говорю, я доверяю каждому игроку. Спасибо. Задача – сыграть хорошо и быть одной командой. Результат придет точно так же, как пришел он и у ГМК, и с Курском. Еще раз, не всегда все получается. Но если команда будет играть в защите, так, как играл у ГМК и с Курском, да, и к нам будут относиться совсем по-другому после двух игр. И это сто процентов так. Поэтому еще раз всем спасибо за огромную поддержку и с хорошими победами. Всех – и болельщиков, и клуб, и руководство, и игроков, и тренерский штаб. Спасибо.